Всем привет! Начинаю новый влог. У меня понедельник. Я так не хотела, если честно, записывать видео. Я сегодня так устала. Но потом я поняла, что я буду жалеть, потому что каждое моё видео — это воспоминания, и не нужно филонить, просто рассказать про своё состояние. Я сегодня как-то прям вообще выдохлась. В офисе было как-то тяжело дышать, и, знаете, сегодня у меня ночью было такое состояние, я проснулась от того, что я замёрзла. При этом вообще, в принципе, было тепло. Я потом почитала, что это что-то может быть вегетативное, и как-то мне это не совсем понравилось. Надо больше отдыхать, дорогие друзья. Я пришла с работы, съела вареники с вишней из Кусвилла. А ещё я почти целую пачку съела вот этого тука с копчёными колбасками. Это наркотик. Не повторяйте моих ошибок. С брекетами я как делаю? Вот так вот я их ломаю и жую. Что не сделаешь ради любимой еды? А вообще, по идее, я уже, в принципе, привыкла есть. Я даже сейчас съела шоколадку. Что я ещё такого ела? А, я купила молочный ломтик. Он ведь был усыпан орехами. Но я, в общем, тоже как-то умудрилась поесть. У меня зубы уже не болят. Просто... Ну, какие-то зубы болят, жевательные какие-то нет, но я уже приноровилась. Есть. Каждые новые изменения увлекут за собой новый опыт и умение. Вот так-то. У меня вторник, и я с работы уже еду домой. По ходу дела, этот недельный влог будет самым скучным влогом из всех моих влогов. Я вновь дома, и сейчас буду есть. У меня среда, среда. Привет, моя среда. Я сегодня работаю из дома. Честно говоря, я очень счастлива. Ой, там мужик в халате стоит возле подъезда, курит с пакетом. Интересное кино. Я сегодня работаю из дома. Я более-менее выспалась. Провела собеседование. Потом у меня в два и в три ещё собеседование. У меня какое-то странное состояние. Я то люблю работать из офиса, то не люблю. И круто, когда есть баланс. Мы вообще можем работать два дня из дома. Я пока по одному. Я так соскучилась по вокалу, а моя Людмила, моя преподавательница, она не может меня принять, потому что у неё нет записи на 7 часов вечера. Поскольку я работаю, я теперь днём не могу к ней ходить. И я записалась на следующий вторник только, потому что 7 часов — это очень популярное время. На 19.00 к новому преподавателю в школу тоже виртуозы, но рядом с моей работой. Какая у меня дама есть. Знаете, в профиле этой девушки написано, что её любимая певица Адель, поэтому с ней я спою все песни Адель. Я думаю, что как-то так. Я закончила работать, и, в общем-то, я собираюсь в Караваево сходить поесть. Я вышла с работы. Сегодня у меня более-менее будет весёлый вечер. Я, конечно, устала, но я встречаюсь с Сашей. Позвала её, потому что подумала, что просто сидеть дома целую неделю, не выходя никуда, для меня слишком скучно. Мы едем, мы сейчас пойдём в Есенка лепить вино, но перед этим я зайду в прайм и съем суп, потому что я безумно голодная. И мне кажется, ещё минут 30 я не выдержу от холода и голода. Поела супа, называется. Привела, вот ей Хинкали пить вино. Вот моя Александра. Что мы будем? Не знаю, это будет. Погнение супа, перец. Наверное, можно... Уйди в господи. А я, наверное, не хочу Хинкали. Можно кусать, а я пока не способна кусать. Вопрос, почему будет только одно или один? По-меритински. И всё. Даже нету хучебури. Да как на шампуре. На шампуре вообще. И сейчас хочу хучебури на шампуре. Всё, нету. Закончили. Вообще. Там шаши принесли. Как будто мы в поезде. Саша, представь, что мы в поезде. Да. Чук-чук. Чук-чук. Где наш чай? Лимонная. Где наша проводница? Нет, клубника смятая. Клубника смятая, да. Вот Саше нужен и прекрасный мой ужин. У меня вкусно, кстати. Как Саша сказала, кто любит жить, или как ты там говоришь, кто ни в чём себе не отказывает. Пойдём быстрее. Побежали. Мы без инокраски. Мы поужинали. Мы надоели этот свой хачапур. Короче, с нами сидел странный мужчина, который резко вышел и забыл свой рюкзачок. Он был без памятствия, без чувств. Без памятствия, без чувств был влюблён в Александру. Александра даже не наградила его взглядом. Вот так оно и бывает. Мужчины, бойтесь коварных женщин. Да. Александра коварная. Вон голос внутри караоке. Что, споём? Вот, споём. Голос может караоке, пожалуйста. Вот одинокие патрики. Никого нет. Одинокие патрики, никого нет. Да, прекрасно. Я люблю, когда никого нет. На самом деле, крутое здесь вот это. Потому что очень классно. Там сирёжки, вот это всё крипсы. А, это крипсы. А вот это очень красиво. Не знаешь, как на ушах будет классно смотреться? Да, это вообще офигенная тема. Совет от стилиста. Да, вот. Берём предсказание. Вот это хуйня. У Александра какое-то предсказание. А как кусать? А он его будет кусать. Так, а достаёшь бумажку. Так. Хорошее время для того, чтобы завести новых друзей. Так, смотрим, что же у меня за предсказание. О, печенька отвалилась. Давай. Реальность существует независимо от вас до тех пор, пока вы с этим согласны. Это потому, что тебе нужно... Усобляйте своей мечтой. Да, Оля, просто пора уже бизнес свой открывать. Да, я всё это как-то телюсь. Ага, всё, как бы ещё телюсь. Всё. Ну что, пробуем лишь теченьки? Нет, это пятница. Я вышла с работы. У нас такой снег. Он, наверное, не видно. У меня же такое состояние, знаете, когда ты чего-то добился. И такое состояние, что ура. Такое внутреннее расслабление. У меня, типа, полноценность, стопроцентное счастье. Вот так вот я, кажется, взяла за эту неделю. Довольно. Я приехала на театральный и в ту охоту рядом. Обычно я люблю только приезжать прямо в саму охоту, но сегодня я не совсем в том месте вышла в галерной. И надо прийти с немножко воздухом побежать. Мешок пошёл. Ну, вообще. Я купила вот эту чёрную юбку, интересно. Я буду носить такую погоду, или я вообще хочу, скажем, вот, к мне это делать. У меня, как всегда, вечная проблема с размерами. Мне XS как будто бы в самый раз. S чуть-чуть большовато, но я хотела есть. И я привыкла, чтобы мне одежда была комфортной. Поэтому я взяла S на случай, если я сильно в этой юбочке поем, чтобы она мне сильно не впивалась. Я, в общем, всё-таки, за комфорт. Она с меня как бы не свалится, потому что она так, ну, на бедрах сидит. Когда я поем, у меня начинает давить одежда. Я это просто ненавижу. Вот так. Теперь нужно колгофт купить. И свитер-концитер, кстати, был такой зелёный классный. Может, я вернусь ещё за вид. И, секундочку, 2 февраля сегодня. Вот, друзья, я переживала, что у меня развлекательного контента нет. Какой он такой контент со снежком красивым. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. И с озвучкой. У меня уже практически из-за них слог. С снегом. Но я уже почти спешила. В новом ресторане Ребекка в Хамомниках отведала салат и пасточку с потаркой. Первый обзор. А эти рюмочки с тарелками мы везли из Франции. Помните, на Браканте покупали. И зеркало. В этом зеркале, мне кажется, будет просто каждый проходящий делать селфи. Доброе утро. У меня воскресенье. Я сегодня встала полдесятого. Уже позанималась астрологией. Мы сейчас проходим синастрии. До сих пор очень интересно. Смотрели взаимоотношения мужчин и женщин. Сейчас смотрим ребенок мама. Короче, очень так прям затягивает эта история. У нас сегодня на улице солнце. Это так прекрасно видеть голубое небо. Вообще в душе оказывается романтик. Сейчас пойдем куда-нибудь выйдем, кофе попьем. У нас кот поедатель вот этого растения. Все бы ничего, но, во-первых, растения жалко. И коту потом плохо становится. Оливка, может, достаточно? Все, ты поел. Фокус. Оливка. Какой-то есть бедный цветок. Оливер. Даже Фокус тебя не хочет ловить, потому что ты занимаешься очень плохими вещами. Нам принесли смородиново-карамельный круассан, мундальный круассан и апельсиново-морковный кекс. А еще у меня капучино. Моя булочка в разрезе. Кстати, вкусные. Мне понравилось. Добро пожаловать в Аскона. Здесь можно заблудиться. Я приехала за подушкой. Но тут такой выбор. Это всего лишь часть. Знаете, что я делаю? Я тестирую подушку. Прекрасная опция. Вот эти жесткие. Они не очень. Может, сейчас на что-нибудь еще принесут? Сейчас посмотрим. Я купила подушку. Вот можете меня поздравить. Оказывается, есть тест-драйв. Две недели. И если за две недели подушка не нравится, я могу либо обвинять, либо ее вернуть. Но я тут спросила, куда они девают возвращенные подушки. Персонал сказал, что они не знают. Вроде как отправляют под брак и потом не чистят. А потом заново продают. Но вообще это как-то... Ну, наверное, имеет место быть. Но странно, что персонал точно не знает, что делать с этими подушками. А склонно победить, пожалуйста, тренера-то сотрудника. И вообще выводить их на производство. А то бедные сидят на кассе и даже не знают, как у них производство закроется. И член вошел в чат. Ну что, вот на подушке. Давайте пробовать, как она. Короче, рыли удобная подушка. Дядька меня не обманул. Давайте на бачок повернемся. Ну и на бачке, вроде, тоже неплохо. Но я скажу свой результат после того, как я сегодня посплю. Потому что иногда я с утра просыпаюсь со всякими там заломами на лице. Посмотрим, что там будет с этой подушкой. Вот. Ну, короче, на первый взгляд норм. Ничего так. Продолжение следует. Продолжение следует.